Привет, привет, друзья! Всем привет из Санкт-Петербурга. Я зашла в магазин, который называется Остин. Вот он. Остин дискон. И меряю джинсы. Вот сразу покажу. Они стоили 2 500, а сейчас 1646 размер. Вот, посмотрите, какие джинсы. Очень мягкие и хорошо так сели на меня. Нигде ничего не висит, не торчит. Очень комфортно. Просто редко мне подходят джинсы. Я вот меряю, меряю, и все не то, все не так. А эти прям так удачненько. Единственное, мне кажется, что вот здесь сильно узкие, такие ножки кривоватенькие получаются. Сзади как хорошо. Нога как бы были еще чуть-чуть пошире. Это такой фасон. Здесь очень красивый карман. Так вот сделаем. Конечно, эти все отлетят. Камушки, я так подозреваю. Ну, в общем, надо взять, наверное. У меня нет джинс, которые у меня были одни. Они мне малые стали. Я их подарила Нине. Они тоже, кстати, были вот такого же фасона. Тоже такие же узенькие. В принципе, конечно, они очень удобные. Ну, пусть будут ножки тоненькие. Просто такое чувство, что зад большой, а ножки такие вообще... Сейчас попробую еще закатать. Вот так я их подкатала. Вот так вот можно носить. Возьму, наверное, я эти штанишки. Я вам покажу, как выглядит этот магазин. Вот есть еще белые. Такие вот дырявые. Но белые мне не хочется. Уже сильно марки. И что-то качество мне не очень. Вот если эти такие мягкие, то эти мужесковатые, мне кажется. Вот такие яркие. Принадутся, такие размеры. Думаю, что-то ничего нового. Нет, это не надо. Покажу. Баби, хэллэк, бэй, бэй, бэй! Бэй, бэй, бэй! Бэй, 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 бэй! Ой, такой ветер подул, и тучи. На улице холодает. А я иду в переход. Я уже купила здесь стельки для тапочек. Приду домой, покажу. А сейчас обратно сюда зашла, потому что забыла купить мед. У меня закончился уже дня три как. И без меда я не могу есть свою овсяную кашу без сахара. Которую я готовлю себе каждое утро на завтрак. Вот здесь я покупаю орехи, супа-прукты, цукаты, соки, фито-чайки. Вот до этого я пробовала гречишный мед. Очень вкусный, мне он нравится. Но сегодня я решила попробовать акацию. Вот он, фермерский мед акация. Гречишный по 102 рубля, а акация по 130. Еще у нас вот здесь такой магазин. Называется все от 39 рублей. Но на самом деле уже здесь все по 40 рублей. Но есть, конечно, кое-что и дороже. Носочки. Мы здесь покупали носочки. И тут 2-х литровые бутылки за 49 рублей. Вот это не с 99 рублей. И тут даже знаешь что? Петя. 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 Ну вот еще раз дома. Эти штанишки. Ну, очень мне нравятся, как они на ощупь. Мне самое главное, чтобы было комфортно. Вот они такие. Прямо классные у меня. Я их одела и как будто я их всегда носила. Вот. Ну вот подвернутый вариант тоже имеет место. Хоть так, хоть так можно носить. В общем, я очень довольна этими штанишками пока. Вообще, очень хорошо сейчас в нынешних магазинах можно в течение двух недель без проблем все это сдать. И я уточнила специально у девушки, но вот сейчас я еще раз померила и понимаю, что сдавать я их не хочу, что они мне нравятся. И вот посмотрите, какие я купила стельки. Одни вот такие. Как бы меховые. Как бы меховые. Вот на такой основе. У меня с такой стелькой связаны вот эти тапочки. Но, правда, еще к подошве я пришивала другую стельку и очень неудобно. Она вот эта нижняя стелька собирается и у меня постоянно комочки там чувствуются. Поэтому, если я буду вязать, то с одной, вот с такой без ничего. Надеюсь, что не сильно быстро сотрется вот это покрытие. Не так, как войлок. Войлок стирается вообще моментально. И еще одни купила вот такие стельки. Они, посмотрите, какие интересные. Войлочные здесь, а с этой стороны какое-то вот такое покрытие. Вот эти, наверное, будут еще лучше. Вообще, тапочки собираюсь вязать иришки. У нее завтра день рождения. Но отмечать будем послезавтра. Поедем на природу куда-нибудь. Вот. И вот я достала нитки. Посмотрю, что у меня есть. Я склоняюсь к варианту вот такому коричнево-зеленому. Такие цвета между собой очень хорошо сочетаются. Надеюсь, что у меня получатся красивые тапочки. Ирочки в подарок. У меня есть еще такие малиновые нитки. Есть серые, голубые. Я пока не знаю, из чего я буду вязать. Начну и там видно будет по ходу. Вот еще у меня есть вот такая шелковая нитка. Чтобы пришить подошву к подошве. Потому что обычно вот такая ниточка тоже моментально вытирается. Ну и вот учитывая все свои предыдущие ошибки. И весь свой предыдущий опыт. Я надеюсь, что у меня получатся замечательные тапочки. Я буду вам показывать процесс. Надеюсь, их связать за сегодня, завтра, за пару дней. Ну вот раз уже начала за рукоделие, то покажу вам все свои текущие процессы. Это вышивка. Практически я заканчиваю шестой лист. Делаю отдельное видео с вышивкой. Вот этот лист осталось буквально. У меня кусочек веточки. Я бы сегодня обязательно доделала. Но побежала в магазин и решила вязать тапочки. Поэтому отложила. Может быть завтра я довышиваю. Такая замечательная у меня получается картина. Просто чудо какое-то. Прелесть. Такая большая. Вот. Очень мне она нравится. А вот так продвигается моя кофточка из цветочков. Тоже какой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый ряд я доделываю. Немножечко осталось здесь. И хочу сказать, что вязание это мне нравится. Вот эта кофточка получается очень милая, симпатичная. Но мне не нравится, сколько она занимает места. Она получается такая довольно-таки объемная. Вот. Мне в путешествие, так как я трясусь за каждый миллиметр свободного места, не знаю. И это еще только вот, мне кажется, половина кофточки сделана. Я вообще, знаете, что хотела? Довязать вот этот ряд и постирать. Попробовать постирать. Какая она будет расправиться, разгладиться, больше станет, меньше или такой же останется. Не знаю. Вообще ирис, по идее, должен оставаться точно таким же. А еще хочу похвастаться цветочками. Вы можете себе представить, сколько они дали здесь цветов. Я как-то считала. Так, давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. Девять цветов. Вот, десятый. Десять на одном цветке. На этом поменьше, но тоже. Прямо вот они вылезли один за другим. Раз, два, три, четыре, пять штучек. Вот этот он сам, шестой, вот он, шесть. Сам по себе поменьше. Вот такое вот у меня чудо случилось. Не знаю почему, или солнышко, то, что выглянуло, они обрадовались. И у меня вот так вот распустились. Здесь тоже у меня на этом таких два огромных цветка. А здесь сверху они цветут. Здесь сверху как-то мне не очень нравится. Как они себя чувствуют. Вот этот вянет постоянно. Я подозреваю, что он сухой. Начинаю его поливать и заливаю. А он, скорее всего, вянет от того, что, наоборот, ему сильно много воды. Он перелился. Я перелила его. Один цветок я уже так загубила. Вот здесь вот сверху был такой огромный цветок. И тоже постоянно у меня он опадал. Такой понурый был. Я его полью. Вроде как несколько дней нормально. Потом опять. И вот я залила до такой степени, что сгнили корни. И практически весь цветок пришлось мне выбросить. Сейчас я выращиваю новый. Вот он пошел уже в рост у меня. Я очень радуюсь. И уже слежу, очень четко слежу за поливкой. Дело в том, что вот у этих верхних горшков нет дырки снизу. Поэтому не могут они контролировать воду. Если вот в этих нижних лишняя вода выливается в поддоны, то в верхних приходится мне самой как-то регулировать и трогать землю, смотреть. В общем, вот так. Ну и вот посмотрите, какие у меня получились чудесные просто стелечки. Мне они очень нравятся. Я надеюсь, что вот этот вот белый слой, который будет нижний, который будет к полу, что он окажется прочным и выдержит. Не вытрется очень быстро. Ну а теперь все. Я начинаю прокалывать шилом дырочки и начинать вязание тапочек. Кому интересно, можете посмотреть. У меня есть мастер-класс тапочки на войлочной основе, по-моему, он называется. Или на войлочной подошве. Вязаные тапочки на войлочной подошве. Вот. Там все описано подробно, как их вязать. Ну вот из того, что отличается от тех тапочек на видео, это я начинаю вот так шелковой ниткой. Начинаю в одну дырочку. Две петли. Никогда так не делала, но очень красиво получилось. Мне понравилось. Нитка шелковая. Вот эта не будет протираться. Очень хорошо на подошве она. Вот. Это будет внутри тапочка. И все. И я уже теперь дальше начала точно так же вязать вот через стеночку предыдущего ряда. Уже начала вязать тапочки обычной ниткой. Вот такой, начиная коричневой. Ну а дальше уже идет вот как в том видео. В моем ссылочку на видео я оставлю в описании. Если кому-то интересно, то можно связать тапочки. Девчонки, вот посмотрите, что у меня получилось. Тапочки готовы уже в следующий день. Вчера один тапочек связала, второй вот сегодня закончила. Цвета мне очень нравятся. Вот такое сочетание идеальное. Коричневое с зеленым. Очень хорошо легли тапочки на подошву. Подошва тоже такая прямо получилась красивая. Ниточка вот эта белая не особо выбивается из ансамбля общего. Потому что белая подошва. Оно как бы сливается. Ну в общем, я тапочками очень довольна. Мне они нравятся. Теперь осталось только их украсить. Как, я еще понятия не имею. Может быть, сделаю просто цветочек свой любимый, как я делаю обычно. Может быть, сделаю какую-то вышивку, как я делала в прошлый раз Иришке. Ну и вот, смотрите, что у меня получилось. Я решила не мудрствовать и сделать здесь свои любимые цветочки. Вот, попробовала сделать аппликацию из разных ниточек. Из розовых, из синих. И мне не понравилось. Одно дело, когда делаешь на сером, таком нейтральном фоне. Другое дело, когда здесь вот такой благородный, коричневый. И все это смотрелось очень оляписто. А так, это вот прямо такие классические тапочки. Очень красивые. А вот так эти тапочки смотрятся на ноге. Вот, казалось бы, такие простые, но при этом очень-очень симпатичные. Приятные на ощупь. Подошвочка очень удачная. В общем, я результатом довольна. С днем рождения, дорогая Иришка! Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и большой светлой любви. Всего тебе хорошего, дорогая! Поздравляю! Та-дам!